Украина уже не поверят, что Россия для нее не враг, а сестра родная. Политика. По советское пространство 8 июня 1558 Украина уже не поверят, что Россия для нее не враг, а сестра родная. Антироссийские настроения в незалежной становятся крепче с каждым днем. Дмитрий Родионов. Комментарии в просмотров 5437. Фото. Петр Севков. ТАСС материал комментируют. Александр Дучак. Иван Лизан почти две трети украинцев считают, что Россия агрессором. Такие данные приводятся на сайте социологической группы Рейтинг. Согласно данным мониторинга общественных настроений, проведенного специалистами группы, Россию считают государством агрессором 65% украинцев. При этом чаще такое мнение высказывают жители западных областей страны 86% и центральных 72%. Меньше всего в российскую агрессию верят в восточных областях 36% опрошенных. Полностью в агрессию со стороны России не верят 27%, еще 8% затруднились дать однозначный ответ. Интересно, что при этом растет число тех, кто хотел бы мирного разрешения конфликта в Донбассе. 60% украинцев высказались за дипломатические способы урегулирования. Из них 22% готовы предоставить ДНР и ЛНР широкую автономию в составе Украины, а 5% респондентов полную независимость. В то же время все меньше украинцев выступают за продолжение военных действий до полного восстановления контроля Кева над регионом. При этом отмечается, что таковых больше всего среди избирателей европейская солидарность X-блока Петра Порошенко. Кроме того, исследование выявило, что после победы Владимира Зеленского на президентских выборах резко увеличилось число желающих вступить в ЕС и НАТО. Оно стало рекордным за всю годы независимости. 62% граждан Украины хотят, чтобы страна стала членом Евросоюза. До этого это число никогда не превышало 60%. Национализация по-укрымски. Как украинских олигархов лишают имущества теперь богачи незалежной подают иски на миллиарды долларов. Присоединение к НАТО поддерживают 53%, что также является рекордом. К примеру, в 2014-м таковых был 51%, однако с тех пор их число снижалось вплоть до 40%. Напомним, в прошлом месяце Свободная пресса писала о другом исследовании с участием специалистов рейтинга, которое показало, что 75% жителей Украины считают, что избранный президент страны Владимир Зеленский должен начать прямые переговоры с Россией для восстановления мира в Донбассе. При этом более 65% жителей Украины считают, что президенту нужно идти на компромиссы ради восстановления мира на Донбассе, а 49,2% опрошенных считают, что вопрос о статусе неподконтрольных Киеву территорий стоит вынести на всеукраинский референдум. 55,4% опрошенных выступили за прямые переговоры Зеленского с руководством ДНР и ЛНР. «Эта социологическая компания предоставила только ответ. Интересно было бы посмотреть, как был сформулирован вопрос и какие были варианты ответов», отмечает политолог Александр Дучак. «Похоже, что социологи ставили перед собой задачу продемонстрировать именно такое восприятие украинцами ситуации. И это не вполне стыкается с другими соцопросами, которые говорят о хорошем отношении к РФ 57% жителей Украины. СП. Если поверить, что почти две трети украинцев считают, что Россия является агрессором в отношениях с Украиной. О чем это говорит? Пропаганда работает. Пропаганда, конечно, работает. Если человека сто раз назвать свиньей, он захрюкает. С экранов всех ТВ-каналов России иначе, как агрессором не называют. Но передозировка пропаганды приводит и к восприятию ее, как звукового фона действует как шум листвы на ветру, не слишком задевая душу. Как подтверждение результаты голосования против Порошенко и его антироссийской политики тремя четвертями избирателей во втором туре выборов президента. СП. 72% для центра это много или нормально? От чего зависят колебания центра в отношении к России? В центр переместилось слишком много жителей Запада после Майдана. СП. А 36% для Востока. Кто эти люди? Жертвы пропаганды. Чем ближе к линии фронта, тем очевиднее для людей кто и ради чего ведет войну. 36% в атаке. Нужно посмотреть, как именно был сформулирован вопрос и что именно вкладывают в понятие агрессор-респонденты. СП. Большинство украинцев за дипломатические способы урегулирования конфликта. Каждый год растет число тех, кто готов предоставить Донбассу автономию и даже независимость. Уменьшается число сторонников войны до победного конца. О чем это говорит? Как дальше будет развиваться ситуация? Прозревают даже те граждане Украины, у кого кастрюля была частью гардероба. Люди хотят жить лучше, вернуться к домоиданному уровню жизни и к решению тех бытовых задач, которые были у них раньше. Руководство Украины с 2014 года хотело пропустить через войну как можно больше людей, замазать их кровью и коллективным участием в преступлениях. Но это имело и обратный эффект. Люди возвращаются с пониманием несправедливости и бессмысленности войны. Постоянно подогревать агрессивное настроение у людей невозможно, а насильно вернуть Донбасс не получится. И это будет понимать все больше людей. СП сообщается также, что после победы Зеленского украинцы хотят вступить в ЕС и НАТО сильнее, чем когда-либо за всю историю своей независимости. Как это совмещается с мирными устремлениями? Украинцы не понимают, что НАТО это война. Достоверность спорная. Но, можно предположить, что число потенциальных полицаев все же выросло согласных быть полезным преступником в дорогих костюмах или военной форме, как когда-то во времена Великой Отечественной предатели шли на работу к немцам, и даже пристрастились к кофе в концлагере, как некогда рассказывал Ющенко о своем предке. В феврале КМИС Киевский Международный институт социологии проводил свое исследование, где, согласно их методологии, граждан Украины спрашивали об их отношении к России как государству, российской власти и россиянам, напоминает политолог Иван Лизан. Тогда наилучшие отношения у наших сограждан именно к россиянам. Если суммировать ответы хорошее и очень хорошее, то вместе было 77%. Причем Запад, который традиционно считают антимосковским, дал 70% карму русским, а юг и восток 85% и вопросительный знак 87%. То есть разница не столь шевелика. На Западе Украины хорошо и очень хорошо к России как государству относились 41% населения. В центральных областях больше половины 51%. Киев прозрел, Запад соблазнил и жестоко обманул Украину. Кучма раскритиковал страны ЕС за видимость поддержки незалежной. СП, откуда на Востоке взялось 36%, считающих Россию агрессором. Эти люди размазаны по всей стране, больше всего их на Западной Украине, много среди воевавших в АТО. Много среди творческой интеллигенции и бизнеса, а также госслужащих они подстраиваются под любую власть. СП, сообщается также, что после победы Зеленского украинцы хотят вступить в ЕС и НАТО сильнее, чем когда-либо за всю историю своей независимости. Как это совмещается с мирными устремлениями? Почему? Что изменилось? Ага, вот прямо уверовали в НАТО и ЕС. Внезапно. С 2014 года только разочаровывались, а теперь уверовали. Бредовое утверждение. На Украине не только закон как дышла, но и социология. Если бы поддержка НАТО и ЕС была тотальной, то референдум о вступлении в НАТО провели бы еще при Порошенко, он бы не упустил такой возможности для пиара. Но его не провели, а реальной защиты со стороны НАТО Украина ни разу не получила. СП, 60% украинцев высказались за дипломатические способы урегулирования конфликта. Из них 22% готовы предоставить территориям самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, ЛНР и ДНР, широкую автономию в составе Украины. Полную же независимость указанных территорий поддержали только 5% респондентов. Эти цифры постоянно растут. Сохранится ли динамика? Когда большинство украинцев будет готово дать если не независимость, то широкую автономию Донбассу. По мартовскому опросу к МИС автономию и ЛДНР были готовы предоставить 28% граждан Украины. Динамика сохранится. Чем дольше длится конфликт, тем сильнее граждане Украины погружаются в собственную повестку и решение своих же проблем. Если не будет резкой вспышки боевых действий по образцу 2014 вопросительный знак 2015 ГГ. А для этого не предпосылок, то через 5 лет украинцам вообще будет все равно, что там с ЛДНР своих проблем будет выше крыши. СП, получается, что Зеленский, называя Россию агрессором и призывая усилить санкции с одной стороны, и говоря о необходимости мира с другой, хочет угодить всем. Какой все же политики ждать от него? Политики Петра Порошенко Зеленский не антисистемщик, он человек системы. И пока что он позиционирует себя как второго Макрона, но быстро станет вторым Порошенко. И политика будет такой же. Новости России 11-летняя девочка забеременела от отца подруги, насиловавшего ее долгие месяцы.